МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел в Москве, целых три колонны вышло в Петербурге, да по другим городам, в общем, тоже, хотя, конечно, никакие не миллионы. Тысячи, а в кое-каких городах сотни или даже десятки человек. Ну, разумеется, эти митинги всех делят. Тех, кто сам шел в колонну, вот эти люди, они считают, что все было очень здорово, их было больше, и так должно быть. А те, кто не шел, они считают, что, может быть, вообще это очень плохо. Я не знаю, как подойти к этой проблеме с точки зрения, ну, некой объективной реальности, когда бы такая существовала. Но мы сегодня проводим некие эксперименты. В нашей студии находится человек, человек, у которого паспорт США, который работает на английскую газету, The Guardian, который женщина, которая живет шесть лет в нашей стране, и которому я не буду задавать ни одного вопроса, типа, как бы вы поступили. Но меня интересует взгляд не с левой позиции, не с правой, а взгляд вообще со стороны из-за океана. Дамы и господа, я вам крайне рад представить Мириам Элдер. Мириам, hi, nice to meet you. It's a great pleasure to meet you here in our studio. Thank you. Здравствуйте. Мириам, шесть лет, я ничего не перепутал о вашем представлении. Да, все правда. Ну, давайте, прежде чем мы начнем разговор, я бы хотел, чтобы вы как-то охарактеризовали вашу газету Guardian. Потому что, к удивлению тех, кто считает себя либералами в России, в Англии нет абсолютно нейтральной прессы, в том смысле, что нет печатных газет, которые не исповедовали тех или иных политических взглядов, в отличие от BBC, которая абсолютно нейтральна. Итак, что за газета Guardian? Ну, Guardian, мы считаем, что это объективная газета, но, конечно, с либералным взглядом. Я имею в виду к социальным вопросам, но тоже к академическим вопросам. Это один из старейших газет в Англии, и с большим тиражем, и вот так. Большой тираж, это сколько миллионов или тысяч экземпляров примерно? Ну, это меньше теперь, потому что все переходит на онлайн, но когда мы смотрим данные онлайн, это, по-моему, вторая самая читаемая газета в Англии. Мириам, мы сейчас прервемся на секундочку, чтобы посмотреть сюжет, как работает иностранный журналист, английский журналист американского происхождения на территории Российской Федерации в 2012 году. А затем мы продолжим разговор. Нас все больше и больше, или как минимум не меньше. Каждый митинг наш похож на военную операцию. Согласны ли мы оставить лень, усталость, все отговорки и начать что-то делать практическое? Мы из суд присяжных, миллионы глоток, сотни тысяч людей, десятки тысяч людей, стоящих здесь. Вы из суд присяжных. Вы знаете, сегодня наши замечательные ведущие, представляя Илью Пономареву и меня, говорят, пока еще депутат Госдумы. Наверное, они что-то знают больше, чем мы. Вчера нас действительно стало меньше в Думе, но нас стало больше на площади. И я узнал новое слово. Размандатить депутата. Мы недовольны нашей властью. Она ничего не делает для народа. Власть изурбирована и все законы делают под себя. Но у нас они всегда в руках. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Были ошибки свои. Сейчас делается, опять же, как после парижской коммуны, делается исправление ошибок. Свободные люди! Свободные Москвы! Кто вы? Левые здесь? Здесь вы видите сливки, можно сказать, наши. Пока народ, масса народа. К сожалению, мы не можем, можно сказать, что мы с насеем во всем хорошем. Миря, у меня очень простой вопрос. Повторяю, я постараюсь не ставить вас в неудобное положение, когда вы вынуждены быть либо с теми, либо с теми. Какие три вещи на российских митингах... Это ведь не первая, да, на которую вы ходите? Да, нет. Какие три вещи вас поражают по сравнению с тем, что вы видели в Америке, или, допустим, в Англии, или во Франции, где вы три года провели? Что поражает? На этих митингах, конечно, сначала то, что мне странно, это столько полиции, сколько армии. Даже мы видим в Москве реакцию государства. Мне кажется, не то, что мы видели, например, в Америке или во Франции. А что вы видите во Франции или в Америке? Вы были на манифестациях, митингах, демонстрациях, вот где было бы примерно сопоставимое число человек, в Англии, во Франции или в Америке? В Париже было бы меньше, по-моему, это в каком году? В Париже там каждые три секунды выходит демонстрация. Ну да, да, да. Да, и там очень мало полиции и мало милиции. Мне кажется, что здесь мы видим каждый раз, что государство хочет показывать, что оно очень как-то внимательно следит за то, что происходит, и даже что людям должно быть немножко страшно, мне кажется. Поэтому мы видим столько солдатов, и даже вчера в бюджетном лёд. Это не вполне солдаты, это внутренние войска. Простите, это да, короткое слово. Вот эти вот несчастные 16-летние мальчики, маленькие, это те, кто не смогли заплатить и избежать от армии. Вот они маленькие, вот в касках, со скатками и так далее. Это внутренние войска, срочная служба. Да, они были очень молодые, я была в шоке, правда, в субботу. Ну, им всем есть 18 лет. Да, кажется, меньше. Значит, понятно, первое – это количество силовых структур. Вторая вещь, которая вас удивила. Наверное, это тоже то, что вот люди, которые ходят на эти митинги, они, ну, почти каждый разговор очень-очень интересный. Люди, правда, думают очень много до того, как выходят на улицы, мне кажется, здесь. И у всех есть очень такие, не знаю, интересные, интеллигентные даже причины. Они очень хорошо, ну, вообще объясняют, зачем они выходят на улицу. Извините, извините, а вы хотите сказать, в англосаксонском мире, в западном мире люди, не подумав, выходят на демонстрацию? Ну, не знаю, в Америке, например, откуда я, а в Нью-Йорке есть там часть города, где постоянно-постоянно есть люди, которые митингуют, это Union Square. Ого, естественно. Там начинается действие романа Томаса Бретта Элиса «Гламорама». Ну вот, но там, и там разные-разные люди. Бретта Истана Элиса, простите, я же. Да, Бретта Истана Элиса, извините. Ну вот, и там выходит или, ну, потому что им не нравится то, что происходит в Израиле, или им не нравится, что происходит в Тибете, или что-то так, и там вот так называемый «хиппи» просто. Это в основном очень молодые люди и студенты, и иногда не очень понятно, они просто митингуют, потому что хотят митинговать. И рядом Гриндж-Вэллич, это уже Даунтаун Манхэттен. Да, а здесь, не знаю, такие разные люди с разными причинами, с гладами, и которые очень, не знаю, очень интересно рассказывают, зачем они пришли. Так, интересно. Я, кстати, запишу помечу эту вещь, мы к ней вернемся. И третья вещь, есть ли она есть, которая вас удивила? Ой. Ну, бросилась в глаза? Ой, не знаю, ну, наверное, но это только в русском контексте, столько народа. Да, там было меньше людей, чем раньше, наверное. Но все равно это такая толпа. И я, когда переехала сюда 6 лет назад, я совсем не думала, что я увижу вот такое количество людей, выходя на улицу, чтобы высказать свое мнение. Это говорит человек, работающий в газете «The Guardian». Это говорит человек, которого газета представляет страну, где... 2003 год, по-моему, когда Тони Блэр принял решение отправить английские войска в Ирак. На улице Лондона сколько там, миллион человек вышел. Да. Но вы никогда больше такого не встречали, вот, чтобы такое количество людей выходило на улицу Нью-Йорка или Лондона. Ну, я поэтому сказала, что это было в русском контексте. Нет, это просто есть, что я здесь, этого не ожидала. Как бы вы оценили количество людей, которые пришли на митинг 15 сентября? Потому что есть данные, вот смотрите, есть данные ГУВД Москвы, 14 тысяч человек, это максимум. Организаторы, естественно, говорят, что было намного больше. Мне интересно, как вы считаете, какова ваша оценка? Это всегда сложно сказать. Не можешь там стоять и считать каждого человека. Но мы знаем, что ГУВД всегда говорят меньше, чем правда было. Откуда вы это знаете? Своими глазами. Например, когда они говорили, что 20 тысяч вышло, я не знаю, в мае, по-моему, на Болотной площади. Видно было, что это было гораздо больше. Здесь было сложнее, потому что был вот этот марш, и люди как-то всегда ходили и ходили, и было сложно сказать, сколько там людей. Я не знаю, мне кажется, меньше, чем в феврале, в мае, но всё равно много. Но я не могу оценить точную и точную цифру. Вы считаете, что в этот раз цифра 14 тысяч человек была занижена? Я думаю, что да. Объясните, пожалуйста, вот когда вы подходите к разным людям и их спрашиваете, что вы хотите выяснить, что вы хотите понять? Да и вообще, для чего вам это нужно? Как они отвечают? Для чего вы спрашиваете людей? Вот вам есть прекрасный, красивый Навальный на трибуне. Есть все тезисы, понятно, о чём будут говорить. Зачем вы разговариваете с обычными людьми, которые пришли? Мне кажется, это самое интересное на митингах, на самом деле. Не то, что говорят на цене, а то, что, прости, так называемые, прости люди, то, что они думают. И у всех есть разные причины, у всех. У одного, не знаю, не нравится судебная система, у второго не нравится система образования, что там происходит. И это просто прекрасный повод разговаривать с огромным количеством людей. Это сложно в обычной жизни просто ходить по улицам и спрашивать, ой, я вас не знаю, что вы думаете об этом, этом, этом. А там это просто такая атмосфера, где разговоры очень легко даются. Самый запомнившийся разговор во время митинга, самый запомнившийся интервью с простым человеком? С 15 сентября или вообще? А как вам удобно? Давайте начнем с 15-го, а затем вообще. Ну, было, не знаю, интересно или нет, но вот этот человек, он был показыван, человек с рубашкой Сталлина. Мне всегда интересно тоже разговаривать с такими людьми, потому что взгладно Сталлину на Западе совсем другое, как в России. Простите, что так ошибаюсь с богатым русским языком. Но то, что он сказал, он, мне кажется, он показал, что там на этот митинге было гораздо больше таких, не знаю, очень-очень левых, очень коммунистических людей, чем мы видели раньше. Раньше это было, правда, хипстеры везде, такие молодые люди с прекрасными туфлами, не знаю, айпедами. А хипстер, человек с прекрасными туфлями. Ну, это очень важно для хипстера. Да-да-да, это нужно запомнить. Они разве не в кедах, не в конверсах они ходят? Ну, конечно, это очень модно, да. Но в этот раз мне казалось, что было больше людей, которые, не знаю, с очень левым или с коммунистическим взглядом. И поэтому был интересный разговор с ним, он как-то был интересный оратор, говорил, как... Кстати, это очень интересно, Мирена, то, что вы говорите. Меня самого всегда очень интересовало, как люди, зная о прекрасном, даже те люди, которые читали архипелаг ГУЛАГ, те люди, которые в курсе того, что происходило во время Большого террора, кто, может быть, конквистом прочёл, они всё равно оправдывают Сталина. Вот к чему сводятся эти оправдания? Я-то кое-что слышал, но мне интересно понять, что ваше ухо слышало. Что он сказал именно? Как они это объясняют? У вас более свежее восприятие ещё? Не знаю, мне... То, что мне говорят, это то, что... Иногда признают, что да, Сталин делал немножко плохого, что всё непрекрасно, но то, хорошего, что он делал, вот это надо поддерживать. И надо признать вот это, что он выиграл войну, что он работал там с промышленностью и всё. И об этом надо думать. Не надо думать вот о этих людей, которые посылали там в лагерь или что-то так. Об этом не надо думать. Просто надо признать то хорошее, что он делал. Но они говорят абсолютную правду. Примерно в 1938-1939 году, вы знаете, сколько процентов всех станков, которые выпускали Соединённые Штаты, шли в Советский Союз? 50% промышленности США работало на Советский Союз. Благодаря этому в 30-х годах Сталин действительно сделал большой индустриальный скачок. И на Западе это, кстати, хоть знает. Объясните позицию Запада по отношению к Сталину. Но ведь он действительно сделал индустриализацию. Он действительно построил из ничего заводы. Он действительно выиграл войну. И это правда. Ну вот он построил заводы, да, и всё это. Но с какими силами? Это кто всё это делал? Это было людей, которые сидели. Люди, которые сидели и часто ни за что. Это были не люди, которые платили, не знаю, обычные рабочие. Это были, как это, зеки? Зеки. Зеки, да. Знаете, откуда зек произошло? Заключённые. Заключённые канала армейцев. Когда строили Беламуро-Балтийский канал и другие каналы. Вот отсюда. Зэка, сокращённые до зеки, это заключённые канала армейцев. То есть заключённые на строительство канала. Понятно. То есть таким образом вас говорит та вот самая христианская традиция, что ничто не является выше человека. Никакой канал. Хорошо. Ну вот смотрите. Мы в том сюжете, который посмотрели. Одна из девушек говорит следующее. Что участвуют сливки общества. Крем-де-крем общества. И что только ухудшение условий может вывести на улицы широкие массы. Что бы сказал, я не знаю, западный либерал, услышав эти слова? Ну это сейчас большой разговор на Западе, но среди вот тех людей, которые следят за событиями в России. Что она сказала, что самое важное – это цена на нефть. И поэтому мы все внимательно смотрим, что будет с ценой на нефть. Потому что это, наверное, в каждой стране. Когда человек жил хорошо, теперь живёт не так хорошо, вот тогда начинается недовольство, и он выходит на улицу. Это просто как-то уже рецепт протеста. Скажите, пожалуйста, а разве вот те движения, которые мы на Западе наблюдаем, ну, прежде всего, Occupy, да, не только Occupy Wall Street. Я был в этом уличном лагере во Франкфурте. Да? Не в Нью-Йорке, нет. Я был во Франкфурте. Я стоял огромный лагерь, вот, когда нам показывают Евроньюз, это огромный знак Евро, который утыкан звёздами. Это центр Франкфурта, деловой сити Франкфурта. И вот там был разбит возле этой огромного знака Евро был разбит лагерь. Я там ходил, гулял, там стояло в палатке. И когда улетел, узнал, что на следующий день его снесли. Разве Occupy Wall Street? Разве Occupy Frankfurt? Разве Occupy многочисленные, которые принесли сюда? Они связаны с тем, что стало хуже жить? В Америке, например, я думаю, что после кризиса и когда, ну, 2008 года, просто стало очевидно вот такое, я не знаю, как сказать по-русски. Кризис субстандартных деривативов. Наверное, но тоже вот видно было, что, окей, те, которые вот это делали, да, банкирии и всё, они до сих пор прекрасно живут. Они получали все бонусы и всё, они прекрасно живут. А вот в то же самое время уровень безработницы растёт, растёт, растёт. И вот эта просто разница между тем, как живут богатые и живут бедные. И я думаю, что вот Occupy Wall Street, это из-за этого произошло. А объясни мне, пожалуйста, вот история помещения протестов, правовое поле, как у нас любят говорить. Вот те люди, которые построили свой лагерь в Нью-Йорке, или во Франкфурте, или во всех городах, где это было. Они ведь не получали разрешения относительно властей? Нет, не получали. А это возможно в Америке? Вот конкретные люди хотят выйти на демонстрацию. Мы берём сейчас англо-саксонский мир, потому что, разумеется, вы лучше всё знаете. Это недовольные студенты. Вот сейчас в Лондоне, например, иностранные студенты. Им запретили, им не продлевают студенческие визы. И это люди, которые хотели получать образование в Англии, это, по-моему, University of London. Я боюсь ошибиться. Ну, вот только что шёл, не так давно, в августе шёл сюжет по всем европейским каналам. И они собираются, мы это видим, на демонстрацию. Вот объясните, какова процедура. Вы чем-то недовольны. Вы хотите публично выразить своё недовольство. Что вам нужно сделать? Ну, я буду говорить об Америке, потому что лучше знаю. Но я знаю, что иногда надо получить разрешение. Я помню, когда я была совсем маленькой, это был такой скандал в Америке, что KKK, это Ku Klux Klan, хотели выйти на улицу в Нью-Йорке. И все были в шоке. Но как вы можете, как они могут свободно просто сказать вот таких вещей? Они там против евреев, против афроамериканцев. Они против всех, кто не белый. И вот так. И вот начал такой огромный разговор. Ну, и потом разрешили. Но они должны были получить разрешение. И все сказали, да, они должны выйти на улицу. Потому что лучше, когда человек свободно говорит, мы можем как-то противоречить. Или как это? Противопоставить. Противопоставить. По крайней мере, мы можем это знать. Правда ли? Да. Ну вот. И тогда надо было получить разрешение. Я вот это знаю. А на Union Square, например, по-моему, можно просто свободно прийти. И вот в Гайдопарке в Лондоне, там есть место тоже, где можно как-то спокойно стоять и высказать свое мнение. Это Speaker's Corner? Да. Уголок ароков. Который скоро будет тоже в парке именно в Гайдопарке. А вот-вот-вот, мне опередили мой вопрос. Во-первых, Speaker's Corner – это место размером с носовой платок. Крохотное место. Никто туда не ходит. Туда ходят только те русские, которые в учебнике английского языка по теме «Every capital is full of contrasts, but London is a city of contrasts». Они после этого идут в этот Speaker's Corner, про который они учили английский язык в школе. И они видят какого-то человека, который бьется, я не знаю, за свободу тигров Тамила Илана, или Тибета, или политзаключенных Ирака. И никто на них не обращает внимание, как их очень мало. Вы хотите сказать, что Speaker's Corner или Union Square в протестной стране там оказывают какое-то влияние? Нет. Нет. Я думаю, что нет. И мы видели, например, когда миллион людей вышли на лозы Лондона до начала войны в Ираке. Это тоже ничего не меняло. Да, войска ввели. Вы правы. Все равно. Но Тони Блэр был на волоске от своей оставки. Он мог быть смещен. Чуть-чуть. Но он там остался. И в чем смысл? Очень хорошо. Вот вы... У нас сейчас с вами дискуссия, которая идет в российском обществе. Что вы ходите? Это ничего не меняет. И очень многие люди 15 сентября, они не вышли на митинг по этой самой причине. И наш с вами коллега Парфенов, он объяснил, что погребы, я утрирую, но погребы идти разумнее. Это ничего не дает бессмысленной акции. Зачем выходит в Америку на Юнинское, в Нью-Йорке? Зачем выходит в Англию? Знаете, есть, по-моему, разные причины. И то, что я... Ну, сейчас меньше это говорят, но в начале, когда я начала выйти здесь, в России, то, что часто говорили, это что? Я думала, что я была одна. Я думала, что только я вот так думала, так чувствовала, что что-то не так в стране. А я теперь больше не чувствую себя одной, одинакой, да? Одинакой. Простите, да. Ну вот. Хотя слово «одинакой» — это хорошее древнерусское слово. «Одинакой» — это значит равное. «Икол». Вот это слово «одинакой», оно вышло, к сожалению, из употребления, но в русских летписях вы его можете встретить. Окей, полезно. Ну вот, и я думаю, что то же самое в Union Square, например, когда человек там сидит дома, и он очень думает о том, что происходит в Тибете, например, он может выходить на улицу и найти там еще 10 людей, которые думают, как он. Это тоже важно. Это важно не только, чтобы... Митинг — это важно не только, чтобы что-то менять, но чтобы себя чувствовали лучше, да, и чтобы нашли своих людей, мне кажется. Это тоже важно. Есть еще одна особенность российских митингов, которую вы упомянули, которую я вам обещал припомнить, что все слишком разные. Мне приходилось слышать от европейцев, что в Европе, ну, по крайней мере, во Франции, исключено, чтобы кто-нибудь пошел с Ле Пеном. С нацистами, с националистами никто никогда рядом не пойдет. И невозможная ситуация... Вы же знаете Михаила Идова, да? Михаил Идов, главный редактор русского GQ, ваш компатриот, американец, гражданин Америки, написавший роман «Кофемолка» в авторском переводе, он вышел на русском языке. Вот я читал его твиттер, и он писал, если что, найти меня можно между... Между анархистами, в случае чего я между анархистами и гомосексуалистами. Блатонка ирония. Ну, разве возможно, в странах Запада, чтобы шли вместе на одном митинге и коммунисты, и либералы, и нацисты, которые там, националисты, которые никаких гомосексуалистов не признают, и под радушными знаменами ге-элесбиенки? Ну, наверное, нет. Ну, я не знаю, например, еще раз напоминаю вот этот митинг против войны в Ираке. Наверное, там были разные тоже люди. Но здесь, в России, почему-то, да, всегда ходят под каким-то флагом, да? А у вас что, не ходят? Мне кажется, что нет так много разделений, как здесь, что у каждого есть свой флаг и свой точка зрения. Это просто... У нас чаще всего митинг — это просто как гражданин выходишь, а не как член какой-то организации или какой-то группы. Мне так кажется. Ну да, это, конечно, было очень странно. Вот 15 сентября там было очень много националистов. Это всегда, не знаю, не очень легко, я бы сказала. А кроме той демонстрации Куклос-клана, того жества Куклос-клана, в Америке есть демонстрации, митинги, собрания именно националистов, именно людей, которые кричат «Америка для вас», еще для «White Anglo-Saxon», людей и так далее, и так далее. А эмигранты убирайтесь. Такое есть? Ну, наверное, есть. Хватит кормить Мексику.